В разных странах перед новогодними праздниками детей пугают по-разному, будь то угольки вместо подарков или ужасный крэмпус. И только в Исландии дети боятся кота, Йольского кота. Что это за зверь, почему он внушает страх? Об этом вы сейчас и узнаете. Всем привет, любители животных, давайте же узнаем, кто такой этот загадочный кот. И также не забудь про предновогодний лайк. Давайте начнем все сначала. Я вам расскажу, что такое Йоль. Йоль – это древний кельтский праздник. По преданиям, богиня рождает солнечного младенца и удаляется на покой до наступления весны. На землю спускаются боги, люди навещают души умерших, а эльфы и тролли нашептывают свои подсказки. Начинается этот праздник в день зимнего солнцестояния и длится 13 ночей, именуемых ночами духов. А последний день праздника зовется Днем Судьбы. Вроде про Йоли я все рассказывал. Пора вернуться к нашему коту. Он живет в горной пещере с ужасной людоедкой грюлей и является ее домашним питомцем. Йольский кот огромен, пушистый, прожорлив. Огромен в прямом смысле слова. В легендах его описывают как зверя величиной с быка. Шерсть зверя черна, а глаза красные. С наступлением Йоли кот спускается с горы и охотится на непослушных детей. А также на лентеев и тех, кто не удосужился добросовестно подготовиться к празднику. Зверь может заскочить к людям на огонек и съесть весь праздничный ужин. И благо хозяев, если он покажется йорскому коту вкусным. Иначе пушистый и прожорливый монстр слопает их детей. Будь они даже самыми послушными во всей Исландии. Достаточно посмотреть, во что они одеты. Если одежка новенькая, то ее хозяин честно трудился весь год и смог себе позволить обновку на праздник. Но случится так, что наряд останется старым, то бездельник попадет к йорскому коту в брюхо. Однако, несмотря на все, в какой-то мере кот не только справедлив, но и добр. Хороших детей он никогда не оставит без подарка к празднику. Также о легендарном звере красноречиво говорится в одной из авторских сказок. Все думают, будто знают, кто такой кот Йоля. И ты тоже так думаешь, но вы ничего не знаете. Он ходил по нашей земле, когда Йоль еще не был Рождеством Христовым, а был просто Йолем. Этого кота не убить, он меряет пустоши хозяйским шагом, а где видит жилье, крадется, словно загробная тень. Скользит змеей, прячется за сумерками. Хотя рост у него изрядный, съесть человека на обед для него ничто, сущий пустяк. Он терпеливо сидит в засаде, древняя убийца, и всегда появляется нежданным. Он может исчезнуть в одном месте и сразу объявиться в другом, за сотни миль. Такие случаи бывали. Любая собака при виде его сомлеет даже самая свирепая. Иначе же околеет в раз. Огонь ему не страшен, пройдет сквозь него и будет таков. Хуже всего, если он улыбнется человеку с той стороны очага. Тому бедняге нипочем не дожить до следующего Йоля. Сгорит, как свечка. Вода замерзает, стоит ему подуть на нее сквозь усы. Клыки и когти у него острые, как сколы льда. Он один из могучих духов этой страны. Без чего соизволения ни один корабль не пристанет к Исландскому берегу. А знаешь ли ты, отчего этот кот зовется Йольским? Под Йоль все меняется и оструится, и этот мир готовится свалиться в преисподнюю. Потому люди придумали веселиться да пьянствовать. Да меж собой договорились, что завтра, мол, опять взойдет солнце. Вот оно и всходит. Куда же ему деваться? А еще потому что люди жертвуют. А за жертвой кто приходит? Правильно, кот Юлия. Будешь лениться, кот съест твой обед. Вот так сращает у вас сорванцов. Я думаю, волноваться не стоит. Вы же не способствуете Лене взять верх, правда? Так что, надеюсь, будет все хорошо. А теперь время загадок. Людом проклятый, всеми забытый, он в пещере старой сидел. Волосатый, замерзший, немытый, но решившись, явился к толпе. Словно волк среди овец и коров, ходит демон во тьме, смотрит, нюхает, ищет воров. От исландских селений до снежных альпийских высот рев был слышен везде. Кто украл Новый год?